привет с вами маковка в этом видео я вам расскажу про пластиковую канву для сумок точнее о том что нужно знать выбирая канву и при работе с ней а в следующем видео будет мастер-класс по созданию вот такой милой сумочки из названия уже понятно что пластиковая канва это разновидность канвы для вышивания но не из ткани а из винила или плотного полиэтилена она бывает разного вида формы толщины и каунты и нужно для создания объемных вышитых изделий всяких домиков и шкатулок ну или плоских фигурных изделий такие как елочные украшения или брелоки но мы с вами сегодня говорим о канве для создания сумок такая канва может быть в форме сумки в разложенном виде может быть прямоугольной формы даже круглая начну с канвы в форме сумки вот собственно один из вариантов такой канвы это шаблон в разложенном виде мы его складываем сшиваем и получаем сумочку но в данном случае по размерам это скорее клач готовом виде его длина примерно 17 сантиметров вышить такую сумочку на самом деле очень и очень просто и быстро во второй части мы об этом поговорим подробнее недавно мы получили пластиковую канву для сумок еще двух размеров теперь у нас в ассортименте есть сумочки побольше вот это условно канва для сумки среднего размера и большого размера канва среднего размера складывается вот в такую небольшую сумочку длиной 23 сантиметра для сравнения а из самой большой получится уже вполне себе полноценная сумка с длиной 27 сантиметров маленькая средняя и большая пластиковую канву используют двумя способами во-первых ее можно использовать как каркас для придания формы то есть вы вяжете или шьете сумку а внутрь вставляете пластиковую канву второй способ это когда вы вышиваете иглу или работаете крючком непосредственно по канве если в первом случае размеры расположения отверстия не имеют значение то во втором случае это самое важное смотрите вот у меня две абсолютно одинаковые по форме и размеру заготовки скажу больше мы их заказывали у одной и той же компании обратите внимание на размер клетки точнее на размер отверстий даже без линейки видно что справа они больше разница в количестве клеток на 10 сантиметров совсем небольшая отверстия больше частично за счет толщины пластиковых перегородок но разница есть если вы собираетесь вышивать по готовому мастер-классу не надо слепо следовать инструкции типа начните ровно с 3 клетки от края перед началом работы не поленитесь прикиньте сколько у вас рапортов помещается и при необходимости сделайте корректировку вдруг у вас в канве в ряду на две клетки больше или меньше чем в канве из мастер-класса и это вылезет в конце ряда лучше сразу посмотреть и сдвинуть рисунок еще смотрите если в эту канву очень свободно проходит крючок 2 миллиметра и в принципе проходит крючок два с половиной миллиметра то вот в этой канве крючок 2 миллиметра уже плотненько входит а два с половиной не проходит вообще казалось бы канва одного размера размер отверстий разный точно также отверстия по краю по периметру в некоторых местах отличаются смотрите на изгибе справа меньше отверстий и они широкие слева их больше и они сами меньше и это может повлиять на то как будут располагаться стежки при вышивке а значит и на внешний вид изделия то же самое мы видим и в прямоугольной канве эту канву используют для создания сумок большего размера чем получается из предыдущей заготовки лист можно использовать целиком а можно резать режется пластиковая канва очень легко обычными ножницами у этих двух листов разница по ширине буквально пять миллиметров но у той канвы что шире крючок два с половиной миллиметра проходит легко а у той что уже с большим трудом если же вы планируете не вязать по канве а вышивать то критичность размера отверстия будет зависеть от толщины пряжи который вы планируете вышивать например велюровой пушистой пряжей легче вышивать если отверстия будут крупнее однако обратите внимание чем крупнее отверстие тем ниже плотность канвы и та и та канва жесткие могут держать форму но при этом канва где отверстие больше сильнее гнется и чуть менее плотная то же самое и в фигурных заготовках для сумки одна плотнее а другая менее плотная к слову не вся пластиковая канва жесткая вот например канва торговой марки пони она черная а еще бывает белая желтая синяя в общем разных цветов так вот у канвы пони крупные отверстия и очень тонкие плоские перегородки она мягкая плохо держит форму вот это жесткое почти не гнется а это можно сминать как бумагу еще у нас есть жесткая пластиковая канва с очень маленькими отверстиями для вышивки мулины ее тоже можно вставлять внутрь изделия для уплотнения но для вышивки сумки и уберут не часто следующий вид канвы который можно использовать для сумок круглая канва ее также можно вставлять внутрь для жесткости можно использовать как донышко для корзины или же вышивать непосредственно по канве в данном случае образец зашит меланжевой пряжей рафия фибра натура и затем уже из двух вышитых основ сделать круглую сумочку есть еще каркасные пластиковые заготовки для создания очень больших сумок вот например японская канва она по форме не прямоугольная а виде половины сумки которая немного изогнута и книзу уже комплекте две такие половинки и донышко несмотря на очень крупные отверстия канва достаточно жесткая и работают по такой канве как правило крючком конечно японская канва не дешевая однако расход пряжи при обвязывании каркаса значительно ниже чем при обычном вязание крючком как я уже говорила резать плотную пластиковую канву очень легко даже маленькими ножничками точно также в канве легко прорезать отверстие чтобы вставить замочек и сделать это можно даже ушками самого замочка это наверное плюс а минус в том что точно также легко порезать или порвать канву можно пряжей которые вы вышиваете если сильно потянуть вот видите что происходит дёрг и рвется канва у меня так получалось когда я вышивала велюровой пряжей и она застревала моя где-то чуть сильнее чем надо потянул и порвал основу а еще в канве бывают вот такие вот штуки наверное есть официальный термин который вот это вот обозначает но мне он неизвестен похоже на избыток материала вылезший в отверстие в принципе часто такое бывает в большей или меньшей степени причем вот даже берешь пачку из 20 заготовок и у всех вот это вот в одних и тех же местах ну что тут поделать можно обычными ножничками вот так вот немного расчистить тех местах где это очень мешает канва сумка этой модели имеет слегка изогнутую форму она очень просто складывается и отверстия по периметру позволяет интуитивно понятно и легко сшить боковую с передней и задней частями сумки такие заготовки бывают разных форм иногда они не изогнутые а прямые у некоторых даже крайне так красиво обработан как у нас чем вышивать для вышивания пряжи рекомендую выбирать иглы с большим ушком и тупым кончиком это так называемые гобеленовые иглы номер 18 вполне подойдет если берете иглы для пряжи то выбирайте металлические потому что пластиковые очень толстые и не пройдут в отверстие в районе ушка какой пряжи можно вышивать очень много зависит от узора которым вы будете вышивать если это не вышивка крестиком а узор из разнообразных стежков лучше взять пряжу средней толщины что такое средняя толщина на 100 граммов пряжи длина нити примерно 200 метров и меньше смотрите когда вышиваешь по такой конве как у меня в одну нитку остаются большие просветы то есть видна сама канва а в две нитки уже полное заполнение но бывают более сложные узоры где стежки могут быть в два слоя или многократно накладываться друг на друга вот для примера первый слой стежков в одну нитку есть просветы но затем идет второй слой стежков и просветов уже нет если вышивать тонкой пряжи вот такой какой вышиваю сейчас я у нас будут оставаться очень большие просветы между стежками даже вышивание в две нити здесь не помогает когда же вы вышиваете крестом точно такой же тонкой пряжи то просветов уже нет также хорошо подходит в меру пушистая и не толстая пряжа которую я называю махрушка типа тофи бэби химала или софти ализе или такая пряжа как травка тонкая но с длинным ворсом благодаря ворсинкам полностью скрывается пластиковая основа если зашивать канву определенным образом то можно даже обойтись без подклада внутри сумочки возникает большой соблазн использовать велюровую пряжу в принципе это возможно но правильный выбор канвы здесь очень и очень важен канву нужно брать с крупными отверстиями если вернуться к нашим двум вариантам по вот такой канве с более мелкими отверстиями вышивать велюром значительно сложнее велюровая пряжа бывает разной толщины и плотности чем толще и плотнее велюровая пряжа тем сложнее будет вышивать dolfin fine himalaya может подойти и к слову вельвет himalaya хоть формально и толще но умеет не очень густой и плотный ворс и тоже может подойти не забывайте что когда мы вышиваем по пластиковой канве в одно отверстие мы протягиваем нить два раза а иногда три даже четыре раза в зависимости от выбранного узора с велюровой пряжей работать тяжело для такой пряжи узор надо выбирать попроще в идеале чтобы проходило не более двух нитей в одно отверстие даже при небольшом трении ворс начинает слезать с основы вы сами намучаетесь и много пряжи просто испортится еще когда мы вышиваем велюровой пряжей игла должна находиться почти у самого противоположного кончика нити потому что возле ушка ворс тоже облазит и остается лысая нитка также для вышивания подойдет плоская и узкая пряжа лента для вышивания по сетке с большими отверстиями иногда берут и трикотажную пряжу но не очень толстую свою сумочку я вышивала пряжи рафия но рафия тоже бывает разный есть рафия скрученная в очень тонкую нитку она плохо подойдет нужно более плоская нить такая как рафия фибро натура тогда она хорошо заполняет просветы на самом деле вышивать можно не только обычной пряжей но и лентами и шнурами и даже бечевкой и вообще можно очень-очень много интересного придумать и это очень увлекательно предлагаю и вам попробовать сделать вот такую сумочку клатч а как именно смотрите мастер-класс в следующем видео всего хорошего пока а